Всем тихой ночи! И снова список обнаруженных фондом SCP-организаций аномального мира пополнился. Посмотрим, какие же прячущиеся в тенях групп людей обнаружили агенты организации. Фонд SCP продолжает расследовать мир аномального и находить всё больше объектов и явлений, достойных внимания. Однако иногда искать нужно не где-то в тёмных переулках или городах-призраках. Иногда внимание стоит обратить на другие крупные организации, имеющие дело с аномальными объектами. Вот, например, ГОК или Глобальная оккультная коалиция, состоящая из 108 более мелких организаций. Изучая информацию об одном из этих 108 членов ГОК, фонд SCP обнаружил упоминания о таком человеке, начиная с древнего мира и заканчивая среднеюковыми рукописями. Везде он описывается как некая полубожественная сущность, являющаяся в виде очень удачливого человека, который невероятно успешен во всех делах, связанных с материальными благами. Участие этого странного человека было замечено во многих исторических событиях, и, конечно же, в оккультных войнах, на которых он наживается особенно хорошо. Какая-то конкретная информация об этом человеке обнаруживается только в эпоху Возрождения, когда в Лондоне появляется компания Голдбейкер. Ее основатель, также известный под псевдонимом Голдбейкер, вскоре оказывается замечен во всех крупных экономических и политических делах. Он же оказывается одним из основателей глобальной оккультной коалиции, которая играет важную роль в мире SCP. В настоящем времени Голдбейкер занимается деятельностью страховой компании, и деятельность эта заинтересовала фонд SCP. Ведь у организации, созданной таким человеком, да и человеком ли, не может быть все так просто. Начинается все с их страхового договора, который получил обозначение SCP-69-870, и в нем, например, прописана защита от патофизических событий, а также содержатся различные пункты, связанные с мультивселенной. Закончилось расследование агентов организации довольно необычным образом. Голдбейкер стал официальным партнером фонда SCP в области страховки от аномальных событий. Однако аномальных способов своей работы странная страховая так и не раскрыла. Откуда она берет деньги? Как предсказывает аномальные события? Как умудряется отслеживать соблюдение пунктов договора? Каким образом получает информацию о самых секретных проектах SCP, таких как SCP-2000? На эти вопросы агенты фонда ответить не смогли, даже работая с Голдбейкером в течение десятилетий. Сотрудники фонда даже пришли к выводу о том, что работая с ними Голдбейкер должен был давно уже разориться. Ведь в SCP постоянно происходят какие-то неприятные события, связанные с аномалиями, и организации исправно получают внушительные страховые выплаты. При этом в качестве страховых взносов SCP платит разнообразным мусором, например, прядями шерсти снежного человека или панцирями крабов. Из приметного за страхование от преображения мира всемогущим существом, страховая берет оплату в виде демонического существа и мертворожденного ребенка раз в 13 месяцев. Да, дошло до того, что Голдбейкер страхует мир от всех возможных событий конца света, и даже начинает предоставлять услугу по возвращению реальности в норму. То есть в каком-то измерении мультивселенный фонд SCP стал по факту не нужен, потому что за него нормальность мира охраняет этот самый Голдбейкер. Другой найденной не так давно организацией стало нечто, что можно перевести как просто девичьи штучки. Однажды поисковый бот фонда наткнулся на странного вида страницы в интернете. Точнее, странно были ее свойства, а не вид. Ведь на первый взгляд это был просто розовый блок в стиле куклы Барби. Однако при обращении к этому сайту весь интерфейс устройства пользователя становился таковым. Таким же стал файл объекта в базе данных SCP-4319. Так что колдунство определенно сильное. На самом деле оно даже еще более сильное. Потому что оно начинает преображать вот этот розовый Барби стиль и самого пользователя сайта. И все вокруг. При этом изменяя не только внешний вид жертвы, но и образ ее мышления. После постановки сайта на содержание, аномальная сущность стоящая за всем этим переселяется на YouTube. Канал этот могли увидеть только женщины. И его вела неизвестная по имени Моника. В целом это все тот же Барби стиль. Однако если попытаться воспроизвести блюда, которые Моника время от времени готовит в своей кулинарной рубрике, окажется, что их поедание приводит к развитию клинической депрессии. Большая часть объекта это монологи самой Моники. И прочесть их можно в файле SCP-7906. И наконец, центральная сущность этой организации, которая, к слову, так и не попала к фонду SCP. И описывается только в рассказах. Журнал JustGirlySings. В серии рассказов, как очистить платье из полиэстера, описывается группа женщин, попавшая под его влияние. Смесь ужаса и гламура. Вообще, каких-то событий, связанных с этой организацией, особенно-то и нет. Просто атмосфера их тони розового цвета. А вот где много объектов и событий. Это компания TotallySoft. История эта началась, когда в интернете начали появляться сообщения о проклятых играх. Первое такое сообщение было на реддите. А картриджа для геймбоя. Игра, которая вызывает у человека проказу. Агенты SCP отреагировали на такое сообщение. Нашли и изъяли странный предмет. Закрыв его в камере номера SCP-2219. Игра оказалась про персонажа по имени Красавчик, который сражается с медведями. И его цель стать королем медведей. Серия испытаний на классе D показала, что события игры напрямую влияют на игрока. В случае, если игрок потеряет все жизни, он действительно заболевает проказой. А в случае, если игрока побеждает финальный босс-дракон, подопытный просто умирает. Сразу становится понятно, что TotallySoft необходимо найти как можно скорее. В следующей была найдена игра на NES, представляющая собой грубый клон игры «Утиная охота». Картридж был найден вместе с тяжелым пулеметом М2 Браунинг, раскрашенным в цвета оригинального игрового пистолета для NES. Пулемет стреляет идентично настоящему. Однако пули, достигая любой поверхности, пропадают. В случае попадания по экрану телевизора, на котором показывается игра, пули продолжают полет внутри игрового мира. Игровой процесс похож на оригинальную игру «Утиная охота», но сильно искажен. Вторичный аномальный эффект объекта заключается в том, что игрок начинает видеть галлюцинации с собакой из игры, держащую утку. Она также начинает являться к нему во сне. К объекту SCP-4962 кроме пулемета прилагается описание, написанное на ломаном английском языке. Вскоре агенты фонда обнаружили множество другой продукции TotallySoft, например SCP-5188, кассету с анимационной семейной комедией, детали которого изменялись для каждого зрителя по-своему. Еще один подобный объект это SCP-4587, также видеокассета с комедийным сериалом, при каждом просмотре которой показывается новый сюжет. Но в отличие от предыдущего экземпляра, там показывается прямое продолжение прошлой серии. То есть получается бесконечная история. Примечательно, что диалоги составлены так, как будто сценарист не только не очень владеет английским, но даже не понимает базовые концепции человеческой культуры. Таким же ломаным языком написаны книги по саморазвитию, изъяты агентами из книжных магазинов, и хранимая как SCP-6752. Аномального в ней то, что читающие люди начинают биться в конвульсиях, неконтролируемо опорожняться и терять сознание. Ну то есть в целом обычная книга по саморазвитию. В качестве автора был указан некий П. Хатсон Гог. Далее найден объект SCP-6697. Это снова кассета с бесконечным сериалом, персонажи которого постепенно обретают разум. Затем его теряют, впадая в безумие, от чего страшно страдают. Более же важно, где нашли эти кассеты. Большую их часть нашли в заброшенном предприятии по производству автомобилей. На удивление, в этой заброшке, кроме кассет, был найден офис с вывеской Тотли Софт. Однако вместо работников за старой скрипящей дверью обнаружилась огромная масса плоти, занимающая несколько помещений, а её щупальца протянулись по всему зданию. Монстр оказался способен взаимодействовать с компьютерами и другим оборудованием в помещении, за счёт чего и создаёт свою продукцию. Также монстр телепатически контролирует более двух сотен человек, которые поддерживают работоспособность всего оборудования. Существо пошло на контакт и сообщило, что его зовут П. Хатсон Гог, и оно прибыло из великой пустоты, для того, чтобы жить как обычный человек и заниматься предпринимательством. В целом оно настроено дружелюбно, но не слишком хорошо понимает концепции человеческого общества, из-за чего иногда устраивает неприятности. На сегодня существо содержится в месте обнаружения, как SCP-2803, и исследуется учёными SCP. Особенный интерес для работников фонда представляет способность существа использовать некое пятое измерение, благодаря чему оно, например, может стирать грани между реальностью и игрой. Это особенно хорошо видно на примере SCP-2527, каменных статуей, которые двигаются, когда кто-то играет в одну из игр Тотли Софт. Или вот SCP-3492, игровой персонаж, выбравшийся из монитора во время компьютерной выставки, где показывалась продукция компании Монстра. Определённое изучение принципов, при помощи которых это существо действует, может дать фонду SCP выдающиеся технологии, а общение с ним раскрыть тайны инопланетных цивилизаций. Такие вот за последнее время в SCP появились организации. Ничего большого эпичного, скорее что-то в стиле скрытых сюжетов, но, как по мне, именно такими и должны быть дополнения к миру Тайного Фонда. Всем пока!